Всем огромнейший приветик, с вами Алиса и Любовь со звёзд. Сезон 1 серия 6. Под звёздным небом. Прибор показывает, что мы уже почти пришли. А точнее твоя железяка не скажет. Прибор был создан в попыхах и без должных инструментов, так что увы. Встаём тут лагерем. Если мы почти дошли, то зачем останавливаться? Ещё достаточно светло. Если нас опередили, то мы будем как на ладони, а потому надо выждать. Да и к тому же, повстречая нас сейчас какой патруль, мы будем выглядеть просто туристами. Верно мыслишь. Вижу, тебя достойно обучили. Воинские традиции твоего народа вызывают уважение. Значит, встаём лагерем и ждём полной темноты, так? Нет, не так. Вечер и начало ночи – самое суетливое время в лагере. Они будут настороже. Так когда? Что-то я тебя не поняла. И как нам действовать? Встаём на ночёвку и выдвигаемся в 4-5 утра. Идеальное время для человеческого цикла. К этому времени все, кто дежурил, уже устали и потеряли бдительность, а их сменщики только проснулись. Если повезёт, то попадём на смену караула. Сумеем отступить ещё в темноте, а обратный путь проделаем по светлу. Мудрый план. Его и придержимся. Это значит, у нас будут настоящие посиделки у костра? Ура! И в лагере закипела бурная деятельность. Хе-хе. Так. Это был неравный бой с палаткой, но своим интеллектом я всё же одолел её. Ага. Сразу после того, как нашёл инструкцию. К заходу солнца лагерь был готов, и товарищи собрались на поляне. Вот и ваши останки мёртвых деревьев. Хе-хе-хе. Ужас. Если так, с такой точки зрения смотреть, то их даже и жечь как-то неохота. Мы их называем дровами. Очень подозрительные срезы. Ты что, пользовалась обнуляющим жезлом? Аммм... Упс. Нет. С каких пор ты научилась врать? Ну, не руками же мне было их ломать. Я, конечно, смогла бы, но так было быстрее. Кусты зашуршали, и на поляну после разведки вернулся Джейкоб. Я нашёл их лагерь. В сорока минутах отсюда. Джейкоб, мы всё ждём. Чего это вы ждёте? Ну, когда ты разведёшь костёр? А вы что, сами не можете? Да, мы-то просто его зажигалкой подожжём. Покажи, как это делают настоящие коренные американцы. Это что, по-твоему, цирк? Какое-то шоу Буффало Билла? Пожалуйста. Нам же интересно. Ну, блин, капец. Просвети нас. Ты такой замкнутый и скрытный. Неужели до сих пор не доверяешь нам? Или это какое-то совсем секретное таинство? Если это так, то ничего, мы поймём. Ох, ну ладно. Джейкоб глубоко вздохнул, прикрыв глаза. Первым делом надо внутренне обратиться к духам леса. Ага. Компания замолкла, благоговейно прислушиваясь к тишине вокруг. Так. Затем обернуться на север и... И... Просто взять чёртову зажигалку и разжечь костюм. Но реально, чего мы только что ждали, что он возьмёт и будет высекать искру и камень о камень, или как, или тереть... Ой, жесть. Я обожаю здешний юмор. Ой. И всё? Не всё на свете нуждаются в ритуале. А это просто костёр для тепла и еды. Это... Как-то скучно. Что поделать, такова жизнь. На, держи, пригодится. Ну, надеюсь. Обломщик. А раз костёр уже готов, то, думаю, пора его использовать по назначению. Я вот прихватила с собой немного еды. На этот раз без подвоха. Второй раз я это уже точно приму за оскорбление. Нет, что вы. В этот раз всё проще некуда. Ага, я ещё выбираю. Ну, я не фанат этого маршмеллоу. Я люблю наш обычный зефир, кругленький. А этот не очень. Сосисочки. Нет, для костра нужны сосисочки. Так. Просто кладём на решётку и порой переворачиваем их, чтобы не подгорели. И так до хрустящей корочки. Ну, попробую освоить вашу готовку. А знаете что? Раз уж мы в походе и готовим на костре, то пришло время... Страшных историй! Хе-хе. Серьёзно? Это же детский сад. Может, ты уже был в походах и всё видел, а у меня это первый раз. Я никогда не сидела у костра с друзьями, не ночевала в палатке и не слушала страшных историй. И я думала, что сегодня всё наверстаю. Ну ты чего? Сложно, что ли? Да и мы бы послушали ваш фольклор. Хе-хе. Звучит ужасно. Офигенно, как они сделали вот это вот, когда фонарик на лицо. Реально жутковато выглядит. Значит, всё же будет? Уи-и-и! Так, кого мы послушаем тут? Джейкоб. Ага, а кого же выбрать-то? А возьмём-ка мы Джейкоба. Если не хочешь, тогда начну я. Но это будут не фантазии детей, а древние предания. В каждом из нас живёт зверь, чудовище. Оно с нами с тех пор, как мы едва стали людьми. Сколько бы мы не убеждали себя, что понимаем и контролируем свои порывы, это лишь иллюзия, чтобы скрыть правду от самих себя. Офигеть, как круто. Имя этой правде – Вендиго. Это то первобытное, что осталось в первых дней существования Земли. Злой и кровожадный дух необузданной ярости, жаждущей лишь одного – крови и мяса. Он может сожрать и корову, и медведя, но более всего ему нравится людская плоть. Он нуждается в ней. Некоторые говорят, что это существо живёт где-то извне и находит слабого духом человека, чтобы получить тело. Но это не так. Вердиго живёт внутри каждого из нас, и каждый раз, когда мы даём себе слабину, он царапается наружу. Может, некоторые ощущали его присутствие? Запах крови в носу? Перед глазами словно красная пелена? Мысли путаются, и перед тобой лишь одно желание – разорвать кого-нибудь в клочья, не задумываясь о последствиях. Это всё когти Вендиго, терзающие твою душу. Холодными зимами затерявшиеся путники, изнывая от голода, особенно ясно чувствуют этот зов. И стоит одному из них поддаться голоду, и этой дикой жажде жизни в готовности отбросить всё человеческое, пути назад уже не будет. Вырвавшись однажды, Вердиго уже никогда не вернётся назад. Твоя душа теперь в его лапах, и он будет пережёвывать её, смакуя кусочек за кусочком. Сперва человек вроде как даже не меняется, просто становится злее и более замкнутым. Но потом его глаза краснеют, кожа бледнеет, ногти постепенно превращаются в когти, а тело покрывается шерстью. Его начинает манить лес, ибо места среди людей ему уже нет, и вот, уйдя туда, он окончательно превращается в чудище, охотящееся по ночам за человечиной. И каждому из нас уготован путь туда, стоит лишь один раз забыть, что ты человек. Какая жуть! А я... А я... А я ведь тоже иногда злюсь! Реально мрачненько было, но настолько мощно! Ух, забористо! Аж мурашки по телу! Это очень интересный рассказ. А у вас есть свои истории? Ну, прямо таких легенд я не припомню. У нас есть просто поучительные истории, заставляющие задуматься через страх. Так поделитесь ими. Блин, настолько вот этот эффект, вроде как ерунда, но добавляет атмосферы, что я действительно сижу там с ними у костра, и они так эти фонарики держат у лица. Конечно, я выберу Рея. Это дела давно минувших дней, и я не уверен, что о подобном стоит рассказывать. Вся информация строго засекречена и передавалась только между членами нашей семьи и еще пары самых высокопоставленных лиц. Все произошло во времена правления моего прапрадеда. В границы нашей империи вошли совершенно незнакомые корабли другой цивилизации. Все попытки выйти с ними на связь оказались безуспешны, а посылаемые к ним корабли, едва приблизившись, и сами обрывали связь, перестраиваясь в боевой порядок этого мрачного флота. Когда же флот зависал над периферийной колонией, происходили похожие события. Все силы планеты присоединялись к этому исполинскому флоту, а фабрики и заводы планеты начинали создавать оружие. Перехваченные сигналы с планет дали ужасающую картину. Едва разумное существо оказывалось на некотором расстоянии от этих созданий, его взгляд пустел, а тело начинало двигаться словно на автомате. Позднее выяснилось, что и другие члены Межзвездного Союза также стали жертвами этой эспансии, и мой предок принял решение. Из тайных хранилищ было распечатано оружие Судного Дня, и вражеский флот, и все попавшие под его воздействие были стерты в космическую пыль. Вы говорите об Иллинианской чуме? Да, мы так ее назвали, но жуткая правда в том, что все запаниковали и уничтожили собственных подданных. С тех пор груз этой тайны лежит на плечах моей семьи. Тоже жутко. Это уже был немного перебор. Сама же хотела немного испугаться. А теперь твоя очередь. Моя? Ага, или думала осидеться. И фонарик перешел в руки Эмбер. Хм. Девушка решила немного развеять эту гнетущую атмосферу и припомнить какой-нибудь классический ужастик. Я расскажу про... Так, ну, про НЛО при НЛО немножко странно будет. Давайте про призрака старой школы. Тут, возможно, эту историю не слышали, но в моей прошлой школе ее знал каждый. Именно по этой причине никто не хотел оставаться в школе после ее закрытия и даже педсостав проводил собрание где угодно, но не в самой школе. Задолго до меня, еще в 50-е, в той школе была одна учительница по имени Агнешка, хотя ученики не звали ее иначе, как Упырь. Строже ее никого не было. Наказания от нее сыпались, как из рога изобилия, и при ней было не забаловать. Времена тогда были строже, им можно было реально получить настоящую порку, даже родители ее боялись. Так что однажды ученики решили ей отомстить. Она, как всегда, задержалась после уроков, и школьники подкараулили ее. Они разыграли появление настоящего полтергейста с хлопающими дверями, мерцающим светом, надписями на стенах, но и сердце старой карги не выдержало. Ученики попытались скрыть улики и сохранить эту тайну, но спустя год она вернулась. Пугающий дух, воплощающий в себе все ужасы школы, сперва она свела в могилу всех, кто устроил тот фатальный розыгрыш, а потом стала охотиться за теми, кого оставляли после уроков. Одного за другим она губила отстающих учеников и недостаточно строгих учителей. И чтобы не стать ее жертвами, сами учителя начали звереть, не показывая свою слабость. А ученики даже под страхом дополнительного наказания сбегали из школы, едва им предстояло бы остаться в ней после закрытия. И знаете, нам еще повезло, мы знаем о том, что произошло, а сколько еще школ хранят свои скелеты в шкафу? Уверена, в каждой происходил подобный инцидент с учителями или учениками. И в стенах каждого заведения есть свой мстительный дух, не способный вырваться за его пределы. Так что, оставшиеся в школе после закрытия, будьте настороже и держите ухо востро. Странные звуки, незакрытые экраны, хлопающие двери и окна это все знаки приближения неуспокоенной души. И как только вы останетесь с ней один на один, вам конец. Черт! А и в нашей школе происходило подобное. Ваши? Из моей школы трупы каждые лет пять выносят? Да, разрядила обстановочку, ты ничего не скажешь. Хватит уже историй, давайте есть. Да, кстати, как там наши сосиски? К этому времени уже и сосиски подоспели. Класс! Аппетитненько! Хоть это опять приходится есть руками, но это очень даже ничего. Согласна. В следующий раз надо взять больше. У нас будет следующий раз? И какой наш следующий шаг? Будем петь песни у костра? Хотелось бы. Нет, теперь каждому нужно будет немного отдохнуть, чтобы во время вылазки быть полными сил. Предлагаю дежурство парами по два часа. Два часа? Это примерно четыре клока. Думаю, это хороший план. Каждый успеет отдохнуть. И компания стала делиться на пары. Опять я должна выбирать. И стопудово опять все. Тут понятно, Миранда, Джек. Но я хочу с Рэем. Я буду с Рэем. Почту за честь. И вот пришла очередь Эмбер заступать на дежурство. Приветствую. Вот и наш период ответственности. Так и есть. А я смотрю, ты бодришься. Довольно ответственно подходишь к своему посту. Или делай в полную силу, или не делай вовсе, говорил мой отец. Правда, случаются в жизни дела, которые невозможно не делать, и тогда тем более приходится выкладываться на полную. Ты к себе слишком требователен. Ты думаешь? Ага. Посмотри на это с другой стороны. На меня рассчитывают миллиарды моих подданных, и в любой момент мне могут задать вопрос решающий их жизни. Как, по-твоему, я имею право на свободное время? Но сейчас-то у тебя нет обязательств и подчиненных. и это повод опускать руки? Если расслабляться каждый раз, когда на тебя не смотрят, то ты потеряешь всю хватку и пропустишь важный момент. Но тут не поспоришь. Прости. Да и к тому же, я не хочу думать о том, что мое будущее будет другим. Рано или поздно я вырвусь с вашей планеты к себе на родину, и я должен быть готов к этому в любой момент. Так, а с этого момента как бы поподробней. А как же я? Если я хочу быть с тобой, то я что, должна полететь с тобой на ту планету твою? Надо подумать, надо подумать. Извини. Не извиняйся, ты делаешь все, что в твоих силах. А я напротив постоянно давлю на тебя своим статусом. Он подсел поближе и приобнял ее. Не думай, что ты ошибаешься или что-то портишь. Я ценю каждое твое действие. А, так, это он меня сейчас хочет поцеловать? Класс! Пришелец внезапно наклонился к Эмбер и чмокнул ее в губы. А? Я сделал что-то не так? Да нет, все так, но... Но? Я не думала, откуда ты... Я все время изучаю вашу культуру, стал смотреть ваши фильмы. Знаешь, на моей планете тоже целуются. И как много ты тренировался? Типа, сколько у тебя девок было до меня? Если честно, то это в первый раз. У монарших особ нет возможности проводить время с другими, по крайней мере, в столь интимной обстановке. Я сделал что-то не то. Я просто не очень опытен в поцелуях. Ничего, мы тебя научим. Да нет, все было хорошо. И уже она сама, взяв его за щеки, подтянула к себе и подарила новый поцелуй. А принц не растерялся, обняв ее и прижав к себе. Замечательная парочка. Так они и провели все отведенное им время. Пока. Молодцы, классно подежурили. Время пришло, пора выдвигаться. Уже? Компания хмуро собиралась. В воздухе висела напряженность, прогнавшая расслабленную атмосферу отдыха. Только перед самым выходом наделок Эмбер пришло осознание, в какую опасную авантюру они решили ввязаться. От этого даже внезапно задрожали ноги. Соберись, тряпка! Девушка сильнее стиснула кулачки и прикусила губу, чтобы унять бешеные сердцебиение. Чего так грубо? Ну да, я волнуюсь и что? Прости, это я про себя. Ничего, сейчас у всех легкий мандраж. Не у всех. Она только ждала этого времени. А вот зверек наоборот хорохорился и был готов рваться в бой. Так. Вот просто прям то, что нужно сказать. Странный хищник у меня прям с языка это слово странный. Странная лисичка то ли волк. Странная рептилия. Ух ты! Вот эти лапки такие, типа, как будто он пузико себе чешет. Но совсем не злой. Конечно, если он сделает так. Что еще у нас есть? А, и обычный. Ну, он такой совсем хорошенький, беленький. Ой, класс, есть такая зеленая. Ну, я даже не знаю, фиолетовый взятеля зеленая. Давайте возьмем, да, для разнообразия такую диковинку, странную рептилию. Чего это с ним? Наверное, переволновался. С метаморфами такое иногда случается. И друзья наконец сдвинулись к базе. Не шумим, не разговариваем, смотрим под ноги и оглядываемся по сторонам. Не надо меня учить. Я хорошо освоила диверсионные операции и была уже на вылазке в этом лесу. А я и не тебе говорю. Я буду повторять за вами. Правильно. При своих габаритах Джейкоб двигался с удивительным изяществом и легкостью. Урсула тоже проявляла чудеса гибкости, передвигаясь словно ниндзя из кино. Будет нелегко поспеть за ними. Но Эмбер, стараясь подмечать некоторые приемчики, упрямо шла за ними след вслед. Компания, ведомая Джейкобом, осторожно двинулась вглубь леса. Вокруг было много притягательных тропинок, но они держались как можно дальше от них, неторопливо пробираясь через кусты и заросли. Каждая веточка на пути осторожно отгибалась в сторону и передавалась в руки идущему сзади. И вот со скалистого возвышения открылся вид на лагерь военных. Он такой огромный. Все уже опередили нас. Урсула жестами обратила внимание Джейкоба на дозорные точки. Джейкоб тоже жестами показал слепые пятна, по которым можно подкрасться. Хм. Такие профи прям ребята, круто. По всей видимости, генератор поля находится под тем белым куполом. Скорее всего, ваши ученые не смогли его деактивировать, а потому изучают на месте. Нам нужно без особого шума подобраться туда. Я деактивирую его, а Урсула вынесет, но проблема в том, что там сейчас должна быть уйма персонала. Это я возьму на себя, проникну на базу, вырублю электричество и попробую устроить какой-нибудь переполох, чтобы все отвлеклись. Не думаю, что у тебя получится. Хочешь сказать, я не справлюсь с проводкой? Не совсем. Я там кое-что приметил. Эта база утыкана камерами и датчиками движения, и не факт, что у них нет резервного питания. Слушайте, я так кайфую, что у нас настолько шарящие ребята в своих областях. Это реально большой подарок. Вот если бы были обычные, совершенно обычные, банальные школьники, нифига бы не вышло. И что ты предлагаешь? Я пойду с тобой, чтобы вывести их из строя, но так, чтобы оператор не заметил подвоха. А сможешь? Обижаешь. Тогда все на изготовку, а мы с Тоддом выдвигаемся. Эймберг, Миранда, оставайтесь на месте, следите за обстановкой, предупреждайте, если ситуация начнет меняться. Принято. Поддерживаем связь через браслеты. А я хотела спросить, как им передать. Минуты ожидания оказались часами, от напряжения у Эмбер выступил пот на висках. Ну же, где же вы? Не беспокойся, я верю в них. Ой, смотрите! Эмбер тут же прилипла к окулярам. Как раз к тому месту, где Тодд с Джейкобом собирались проникать на базу, подошел военный. Он стоял как столб и озирался по сторонам. Джейкоб, стой! Там патруль! Принял. Следи и дай знать, когда он отвлечется. Ага. Эмбер нервно прильнула к биноклю, не сводя глаз с фигуры человека. Ну давай же, заскучай или захоти спать. Будет. Так, ждать. Будет. Ждем, ждем. Будет. Давай, заскучай уже. Да что такое, ты посмотри, бдит и бдит. Какой хороший работник. О, отвернулся. Дать сигнал. Давай, вперед, вперед, вперед. Мы на месте. А вот и нужны провода. Еще немного ожидания и... Офигеть, как круто. Ура, они справились. Значит, пришло время нашей части работы. Оставайся тут и сторожи девушек. Скверк. Пришельцы выдвинулись на базу, а девушки остались вместе со зверьком, наблюдая за паникой в лагере. Хоть бы у них все вышло. Все идет слишком гладко. И едва Эмбер это произнесла, как... Вау. Накаркала. Это что за хреновина? Это точно нехорошо. Рэй, Урсула, там что-то происходит. Рэй? Урсула, вы слышите меня? Тут, Джейкоб, миленький, ответьте. Но в эфире была лишь тишина. Их надо предупредить. Ну как? В голове Эмбер пронесся вихрь мыслей. Пока они там еще бегают и не включили свет, я могу туда пробраться. Но это же опасно. Сейчас там наши друзья и они там все в опасности. И не рассуждая более ни секунды, девушка бросилась к базе. Вот я и на месте. Но какой дальше план? Хороший вопрос. Какой у нас план? Вокруг бегали и кричали люди, и вся база гудела, как растревоженный улей. Тревога! Всем быть начеку! Скрываясь от военного, она юркнула в ближайшую палатку. Ага, а это мне пригодится. Это оказалась складская палатка с одеждой. Так, халат ученого. Прикольная. Похоже на какой-то даже плащ и форма солдата. Ну нет. Есть простой халат лаборант. Прикольно! Форма кадета. Блин, вот почему бесплатные одежды намного прикольнее часто бывают? Нам нужны статы. Берем халат ученого. На Хэллоуин там оденешь потом. Теперь главное делать то же, что и остальные и не привлекать к себе внимания. Так я обойду базу и предупрежу друзей. Как только она сделала первые шаги в своей маскировке, ты девушка сперва даже не поняла, что зовут ее. Ты совсем оглохла. Я к тебе обращаюсь. Ко мне? Выдыхай и помни о своем обещании. Да, к тебе, коротышка. Иди за мной. Считай, это будет твой звездный час. Ни до, ни после в твоей ничтожной жизни тебе не удастся сделать так же много для родной планеты. Да что такое, блин. Так быстро закончилась серия и снова на этом доке, блин. Ну это круто, мне нравится эта фишка, он такой злодейский конец главы. Так, что у нас вообще? О, отлично. Практически пополам звезды земля, но спорт наука стиль тоже где-то рядышком. Мой эксперимент по разным статам продолжается, очень интересно к чему это меня приведет. Надеюсь мне не придется в какой-то момент все это переигрывать. Ух, крутая серия, мне очень понравилась эта сцена со страшилками и я даже хочу посмотреть другой вариант с другими ребятами, где рассказывает страшилки Тодд и Урсула. А также я теперь беспокоюсь, что же случилось с нашими ребятами в этом лагере. Захватили их или нет, или они там просто спрятались и нет возможности ответить. Но боюсь, что все-таки их захватили. Но постараюсь не гадать, а каким-то чудом дождаться обновления и следующих серий. Друзья, плейлист этой истории как всегда находится в описании под видео. Спасибо всем, кто читает вместе со мной. А с вами была Алиса. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры